Первый день недели начался с митингов и пикетов. С раннего утра на центральной площади Махачкалы собрались возмущенные жители Баба-Юртовского района. Отсутствие газа, дорог и регулярное отключение света. Жители живут без каких-либо благ цивилизации. Выслушали митингующих и наши коллеги. Работы нет, ничего нет. Пока не ехали, эта маршрутка перевернулась почти на 90 градусов, потому что там после дождя невозможно ездить. Гюляхан Суиндукова рассказывает о последствиях поездки своей односельчан. Отсутствие нормальных дорог в село Старое Тамазюбе каждый год приводит к страшным последствиям. Боятся и за детей. В школу они ездят в соседнее село. Промежуток между селением это 9 километров. Водитель уже отказывается ехать, но везти детей в школу. Так как там вообще дорога нереально, невозможно ездить по этой дороге. Сколько машин уже переворачивались на этой дороге. Проложить дорогу в село не могут уже много лет. На обращения граждан администрация отвечает лишь отписками. Но на этом проблемы жителей не заканчиваются. В селе нет газа. Да нового Тамазюбе нам сделали газ, а вот старого Тамазюбе нет. Там у нас только 8 километров. Его вообще не было там? Вообще не было. Газификации нет. Мы нормально не можем и дрова купить, и уголь. Они вообще дорогие тоже. Я, например, старая женщина, не могу таскать. Усложняет жизнь сельчан и проблема с водой. Все село вынуждено идти за ней к общему роднику, который находится далеко от села. Жители негодуют. Село живет безо всяких благ цивилизации. Все, у меня уже больше сил нет, эту воду таскать. Но есть инвалиды, которые не могут за воду идти. Минутой позже состоялся одиночный пикет старшего помощника капитана судна Мисхака компании «Инвест» Магомеда Амарова. Мужчина хочет привлечь внимание в рио главы республики к проблемам моряков. В апреле этого года суда были арестованы. Около 300 моряков остались без работы. Не дают им работать, не предъявляют никаких претензий. Просто все откладывают, откладывают. Доказать ничего не может. И в итоге вот такое состояние. Сейчас это суда по 5000 тонн. Грузоподъемный суд по 5000 тонн. Уже с апреля месяца эти суда стоят на Астраханском рейде. Амаров зарегистрировал обращение в Белом доме. По его словам, в Доме правительства ему сказали, что в случае нерассмотрения обращения в течение месяца он имеет полное право на повторный пикет. Телеканал ННТ будет следить за развитием событий. Умай Брегимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.